Медреформа в действии. Врачи не знают, что с ними будет завтра. Медики единственной больницы в Горишних Плавнях, это Полтавская область, пока только то и делают, что пишут отчеты для Минздрава. Зачем они нужны и как в медучреждении переживают последствия реформы? Подробнее в нашем материале. Это единственная больница в Горишних Плавнях. Здесь обслуживает более 50 тысяч человек. С недавнего времени по постановлению кабинетов министров количество коек пришлось сократить до 235. У нас в свое время было 500 лижек. Потом, когда была одна постанова, дали бюджетное финансование. И провести лижковый фонд до бюджетного финансования. И мы то сокращали, то сокращали. Потом еще постанова до 80 лижек на 10 тысяч населения. Потом на 60 лижек на 10 тысяч населения. Теперь, говорят медики, министерство озадачило новым постановлением. Согласно медицинской реформе, пациентов в больницах будут лечить только за деньги. Сейчас оставляют прескурат услуг. Но для начала в статистический центр нужно предоставить данные об операциях, которые проводят в каждом отделении. Указать, какие лекарственные препараты используют, сколько нужно так называемых расходных материалов. Спирта, бинтов, ваты, шприцев и прочее. Наша Полтавская область является пилотным регионом по наработке этих обрахований. Это очень сложная работа. Она у нас длилась в течение 2017 года. Когда это придет к тому, что каждая по услуге что-то должна стоить, но по услуге мы сейчас пока идем конкретно про операции. Ну, опять-таки, самой суть реформы мы еще вот здесь, нашей вторынной, мы не знаем. Прескуранты должны быть готовы к концу года. И уже по этим данным в Минздраве станут рассчитывать стоимость той или иной услуги. В оппозиционном блоке таким подходом возмущены. Как отметил Юрий Бойко, в части финансирования полная неразбриха. А цены на лечение, которые уже известны, просто астрономические, говорит народный депутат. Я был удивлен, когда по одному из прескурантов лечение в фурункула 7 тысяч гривен. Это средняя зарплата по стране. Вылечил фурункул, на все остальное уже человеку не остается денег. Мы категорически против подобной реформы, которая ничего доброго для людей не принесет. И непонятно ни людям, ни врачам. А создание отдельной организации в Киеве, которая будет в ручном режиме распределять деньги по стране. И делить их, что является прямым путем коррупции. Исключив из этого процесса местные органы власти, областных депутатов, областного совета, городского. Это вообще недопустимо. По словам Юрия Бойко, оплачивать медуслуги по таким заоблачным ценам люди не в состоянии. Поэтому оппозиционеры уже обратились в Конституционный суд с требованием отменить медреформу. Елена Мандрук, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Полтавская область.